С вами Шенет МакЛафлин, выпуске итогов недели. Со мной на линии сегодня Роберт Ховард. Итак, на этой неделе в фокусе внимания рынков, конечно же, был референдум Шотландии. Как вы можете прокомментировать отрицательный итог голосования? Я лично вздохнул с облегчением. Я нахожусь в Британии мне было бы тяжело видеть раскол страны. Также для валют это стало облегчением. В случае положительного исхода по фунту прошла бы огромная волна неуверенности инвесторов. Перед референдумом много вопросов остались без ответов. Если бы Шотландия получила независимость, на эти вопросы нужно было бы ответить в течение месяца после голосования, что привело к значительной волатильности фунта и, по сути, к негативной его оценке. Насколько я понимаю, в центре вашего внимания осталось влияние на фонд результата референдума. Отрицательный исход не сильно скажется на валюте? Очень любопытен тот факт, что вчера в ходе голосования рынки уже включили в цену отрицательный его исход. До конца августа рынки вообще не принимали во внимание возможность референдума в Шотландии. И, конечно же, никто не думал, что это событие как-то скажется на фунте, поскольку все ожидали отрицательного исхода. Потом, в начале сентября, масштабно развернулась кампания за отделение, которая привела к неожиданным результатам опросов. Опрос Sunday Times показал, что большинство хотят отделения, что привело к масштабной распродаже фунта. В средине прошлой недели курс фунт доллар был ниже отметки 1,61, а евро стерлинг был выше уровня 0,80. Опасения отделения Шотландии сказались на курсе фунта вчера и сегодня утром, когда курс фунт доллар превысил отметку 1,65, а евро стерлинг упал до минимального уровня за 26 месяцев 0,78,10. Фунт не достигал максимальных отметок с долларом и евро с момента открытого чемпионата Европы. Это произошло потому, что по большей части рынки прогнозировали отрицательный исход голосования. Есть ли еще какие-либо события в мире финансов, на которые нужно обратить внимание на этой неделе? Кроме референдума в Шотландии, внимание рынков было приковано к заседанию в Куор в среду. Доллар последнее время в почете, поэтому рынки ждали заседания в Куор и пресс-конференцию с Дженет Йеллен. Пока в Куор придерживается своего ранее заявленного курса, но на пресс-конференции Дженет Йеллен звучала действительно оптимистично, поэтому уже в средине 2015 года ожидают первое поднятие процентной ставки. Это, в свою очередь, оказало незамедлительный эффект на курсе доллара. Спасибо, Роберт, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, на этом завершается выпуск итогов недели. Хороших вам выходных до понедельника.